Всем привет! Меня зовут Георгий Грозаев, я из Москвы, 95-го года. Афонин Сергей Борисович, учитель информатики и технологии. Я юрист, общественный деятель. Григорий Тарасевич, популяризатор науки, преподаватель. Привет! Я Саша Мурашов, автор канала «Нормальные люди». Есть одно журналистское правило, которое очень тяжело соблюдать в эмоциональный момент. Оно звучит так. Всегда выслушай обе стороны. Вы бежите в бомбоубежище. А почему не в Донецке? Начиная с 24 февраля, когда я видел комментарии, где вы были эти 8 лет, мне очень хотелось понять, как мыслят люди, которые выступают за военную спецоперацию. С первых дней полностью поддерживаю операцию России на Украине. Мне показалось, что вы довольно агрессивно. Написали буквально второй день, и тогда по поводу Зеленского, и по поводу 8 лет. Ну да, доигрался, клоун, а что поделаешь? В Москве на домах до сих пор можно найти таблички, где написано, что здесь, в литературных салонах, собирались западники и славянофилы, и как-то конструктивно спорили, разговаривали, не переходя на личности. Это то, чего мы сегодня лишены в социальных сетях, где, высказывая свою позицию, ты получаешь только дозу обоюдной ненависти. С момента начала так называемой военной операции полностью ее осуждаю. Вместе с моим другом, преподавателем Григорием Тарасевичем, мы нашли трех людей, которые выступают за военную спецоперацию. Я против нацизма. Общество, которое борется с нацизмом, я поддерживаю. Считаю операцию тяжелым, но необходимым в текущей ситуации решением. И это моя личная попытка как-то наводить с ними диалог и понять, как они мыслят. Вы не можете с точностью утверждать, чья ракета. И мы вылечиваем общество Украины от смрада. Я не могу больше бред выносить. Гриш, мне кажется, вот сейчас вы передергиваете. Нет, вопрос был. Вы потрясающе непрошибаемый, Господи. Я люблю свою родину. И я против нацизма. И я против нацизма. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я вот все думал над каким-то универсальным вопросом, который, мне кажется, он абсолютно универсальный для всех, кто бы ни занимал какие позиции. Он звучит так. Что вы почувствовали 24 февраля? Давайте, Ольга, с вас. Вы знаете, я ничего не почувствовала, потому что 24 февраля я была в суде. Я юрист. Помимо того, что я общественный деятель, я юрист. Я занималась непосредственно своей работой. Каждый человек в нашей стране, на мой взгляд, должен работать. 24 февраля я конкретно защищала права одной пенсионерки, которая в порядке наследования не могла вступить в права в свою квартиру. И ее департамент имущества хотел признать ее имущество выморченным и, соответственно, передать департамент имущества. А я защищаю вот эту бабушку. Но потом же все равно новости пришли, и какое-то осознание тоже пришло. Ребята, ну какие могут быть эмоции, когда ты не до конца владеешь ситуацией? Я юрист. Мне нужны цифры, факты, понимание, что, куда, откуда. И я, так сказать, панике давно уже не поддаюсь в нашем мире и не стерю на эту тему. К сожалению, в моей жизни была ситуация, когда стреляли, и стреляли в театральном центре на Дубровке. Я была в качестве заложника в Нортосте, да. И поэтому ты должен оценить сначала ситуацию. И прежде чем ты ее пока не оценишь, нельзя ни в коем случае паниковать. Потому что если ты будешь паниковать, будут жертвы. Поэтому у меня свой внутренний, свой собственный взгляд на эту ситуацию. И никогда, ни при каких обстоятельствах не паникуй. Тебе может быть страшно, но паника, она сковывает человека. Поэтому ни в коем случае, всем советую, не паникуйте. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Сергей. Ну, я так же весь день отработал. Край мух что-то где-то. Слышал, что что-то там случилось. Только вечером, когда уже стал новости смотреть. Сразу ничего, потому что у меня голова такая, она сразу ничего. Надо подумать, обсмыслить. Тоже факты, цифры. И только с утра на следующий день. И тут же опять тоже свое личное. У меня жена в юности своей в Абхазии была как раз, когда там все это война была. Поэтому она много-много это все рассказывала, рассказывала. Поэтому тоже через это все. Как Россия там работала, чего она там делала, зачем она там делала. Поэтому все это и на эту ситуацию тоже так же в результате выложилось. Собственно, я и понимал, что скорее всего к этому дело идет. Своим аналитическим умом. Когда наши выложили еще в декабре все эти требования, собственно, я так и думал, что к этому все дело идет. Поэтому как такового шока или… это должно было случиться вот для меня. Георгий. Ну, если говорить про эмоции, то я не единомоментно их испытал, а испытал достаточно много разных эмоций. Ну, конечно, тревогу, потом надежду. Надежду на что? На то, что ситуация, которая развивается 8 лет, и даже не 8 лет, а десятилетие, будет разрешена, потом некое облегчение от того, что я подчувствовал, и подчувствования оправдываются – это всегда, как ни странно, радость. Я еще просто хотел такой журналистский вопрос задать, потому что интересно, из каких источников мы все получаем информацию? У нас же у всех разные, лента формирует на самом-то деле наши взгляды, наши какие-то мысли. Вот какие новостные порталы, может быть, какие сайты вы читали? Вы знаете, я редко смотрю телевизор, вообще я люблю всякие сериалы на ночь глядя посмотреть, просто расслабиться и все, потому что у меня очень много информации, я загружена работой, я загружена работой как по основному виду деятельности, по юридическому, так и по общественной деятельности, потому что я руководитель движения «Рак излечим», и звонят утром, днем, вечером, ночью, помоги, помоги, найди врача и так далее. То есть это нелегко, как кажется, поэтому я увидела по группе, а там 8,5 тысяч человек, в Телеграме у нас 2,5 тысяч человек, плюс еще одна группа, 23 тысячи человек. Я увидела, что пошла какая-то очень негативное отношение к русским, просто вот резко, резким потоком пошла информация, и для меня это было удивительно, потому что эти же люди… Это вы про 24-й говорите все? Да, про 24 февраля, вот недавние события. Эти же люди, я же не делю их по паспорту, я же помогаю в социальных сетях, кто обращается, и мне не важно, чей это паспорт, белорусский, украинский, у нас там Венесуэла есть, Германия, Израиль, разные люди приходят со своей болью, со своей проблемой. И русские врачи, российские в основном врачи, им помогают, подсказывают там и так далее, кто по УМС, кто, соответственно, платно, ну, подсказывают, в какие клиники можно обратиться и так далее. И все говорили на вот ребята из Украины, что, ой, беда-беда, у нас плохо очень с лекарствами, помогите, пожалуйста, мы не можем, у нас все платно, вы нам хотя бы что-то помогите по онкологическому заболеванию. И эти же люди начинают, ах вы, русские, такие-растакие. И просто поток какой-то сознания происходит, и мне становится неуютно, не по себе в своей же собственной группе, которую я же создала. Я понимаю, господи, что же такое случилось-то? Ну, соответственно, мы таких ярых, которые просто вот, ну, ни на что не реагируют, что мы все плохие, одним чёсом идём. Мы, соответственно, их сблокировали. Я пошла в Телеграм, и, естественно, я смотрю и ту, и другую сторону. На мой взгляд, Телеграм наиболее объективная площадка, через которую я могу получать. И главное, интересно сравнивать кадры. И благодаря своему образованию тоже сравнивать. И нас учили криминалистики. Как, что, куда, в какую сторону, кто стрельнул и что произошло. И иногда картинка, она не соответствует тому, что ты видишь глазами, ну, скажем, человека, которого учили. Вот. И это очень интересно. А что-то... Какие Телеграм-каналы-то вы смотрите? Ой, их много. Их много. Ну, хотя парочку основных. Всё равно, я тоже много смотрю, но я в любом случае, у меня там, ну, 3-4 максимум. Я больше, у меня голова пухнет. Ой, нет, у меня гораздо больше. У меня гораздо больше. Мне нравится «Разбудите Кракена». Там прям, ух, такой канал. И причём, что самое интересное, там в комментариях даётся ещё и украинская точка зрения. Но что меня удивляет, то, что русские не матерятся. Ну, в таком огромном количестве, как матерятся украинские ребята. Вот это для меня удивительно. Ну, хорошо, ну, мы все люди, мы разговариваем на русском языке, но почему одни позволяют себе настолько недостойно себя вести и настолько просто крыть всех русских, всё вот так, а мы, слава богу, вот я заметила, ну, по крайней мере, моя публика, мы не отвечаем вот таким вот. Может быть, потому что их бомбят, а нас нет? Может быть, это как-то влияет на экспрессивность лексики? Я думаю, что влияет интеллект на лексику. По поводу тех или иных ракет вы не можете с точностью утверждать, чья ракета. И вы не являетесь ни военным экспертом, и я точно так же не являюсь военным, ни баллистикой, ни криминалистикой. Вы не обладаете этими знаниями. И я не обладаю всей полнотой картины тем, чтобы утверждать, о, это чья-то ракета полетела, о, это то. А я вижу другую ситуацию, когда в жилых домах сидят снайперы, или когда сидят на верхних этажах снайперы, на нижних этажах, как это называется, я не очень воен... Да, там какие-то ребята, которые... Противотанковое вооружение потяжелее. Ну что такое, потяжелее, да, сидят. Я не понимаю, почему с точки зрения гуманизма, почему нельзя из этого дома мирным сказать, так, вышли отсюда, вышли отсюда. Почему? Я вот этого понять не могу. Где вот эти самые коридоры, в которые мирные жители должны уйти? Кто не хочет, не хочет брать оружие? Там очень много мамочек, там, ну, всякие разные люди. Вот это я не понимаю. А какие куда ракеты летели, я уверена, что разберутся. Смотрел американского эксперта, американского военного эксперта. Он объяснил, что происходит. Просто информация. Смотрите, на Украине около 300 тысяч комбатантов. Комбатантов. А это кто? Наверное, я знаю. Нет, комбатант – это участник военных действий. То есть, если ты сидишь в подвале и боишься, то ты нон-комбатант. Если ты с автоматом... Взял оружие идет, да. То ты террорист. То ты комбатант. Терроророна. Ты комбаттл. Ты в войне. Участник войны. Юридический термин такой массово применяемый. Россия вместе с силами ДНР и ЛНР Абхазскими добровольцами и так далее ввела меньше войск, чем сейчас, собственно, Украина может поставить под ружье. Вернее, на тот момент могла поставить под ружье. Почему так и что, собственно говоря, происходит? Я посмотрел американского эксперта. К сожалению, не помню фамилию. В чем суть? Обычная российская, русская тактика – окружить, зажать огневые точки и выровнять тяжелые артиллерии, авиации, ракетными ударами, что есть. Что сейчас происходит? Это он объяснил. Это сложная операция, задача которой – не вступать в тяжелые бои, не штурмовать по минимуму города, если можно, не штурмовать, не попадать под огневое поражение, если артиллерия находится в жилых районах и по ней нельзя ответить полноценно, и точечно, используя превосходство в калибрах и в дальнобойном вооружении, отстреливать неприятеля. Что мешает? Мешает то, что украинские войска действительно закрываются в городах и пречутся за мирными жителями, используют их в качестве щита. Мешает тот момент, что российская армия воюет не с противником, которого нужно уничтожить, а с людьми, с которыми она потом хочет жить в мире. Поэтому пытается минимализировать жертвы. Но, несмотря на это, жертвы есть. И мы очень долго будем их оттуда выматывать. Может быть, не очень долго. Но самое важное лично для меня – это реакция международного сообщества. Никто не ждет Украину в НАТО. Это первое. Никто не готов отказываться от поставок нефти из России. И страны, которые могли бы заменить, то есть это что у нас? Персидский залив, Иран, Саудовская Аравия, могли бы заменить, но частично. Они отказались. Они попрощались с американцами. То есть мы можем честно сказать, что сейчас Украина повторяет историю дивизии СС Галичина, то есть попала в котел. Мы начались с источников еще, да. Может быть, можно обсудить, почему в этом большом калейдоскопе разных политических сил и политических идей украинских так ярко и явно выиграли люди, которые говорят, бей ИВЭ, бей москаля русского, бей поляка. Они так говорят? Москаляку на геляку. А как на это евреи Зеленские и прочие украинские? А при чем здесь? А при чем здесь его национальность? Извините, извините. Извините, в вашей конструкции, да, там все так сложно. Судя по обращению к вчерашнему, он уже не еврей. Судя по вчерашнему, его обращали в кризисе. Что он сказал? Ну, его там сильно-сильно побили в результате. Мы все тем или иным образом евреи. Ну, вот мы все. Георгий Тарасевич. Я Григорий. Это фейк, что я Георгий. Во мне нету, к сожалению. Давайте мы все. Обращались еще к Ивану Грозному. Конечно. Зачем сильных вы израили побили? Скажите, а можно вопрос все-таки не про стратегию, не против? Вот смотрите, можно углубляться в историю, стратегию. Я войну представляю хорошо, был военным корреспондентом. Первую Ченскую много, поменьше во вторую. Я все это представляю. Я отвечу на вопрос Саше, что я испытал. Как только пришла новость про войну, я испытал ужас. Я знаю, что такое город, возле которого идет война. Я помню Грозный, где ты идешь час по улицам, ты не видишь ни одного целого дома. И ты понимаешь, что под каждым домом лежат трупы. И не важно, чья это ракета. На самом деле трупу похрен, извините за грубость, важно, кто это начал. И вот у меня к вам вопрос. Вот смотрите, вот представьте, что вы точно такие же люди, живущие в Киеве, и каждый вечер вы бежите в бомбоубежище и возвращаетесь оттуда, не зная, живы ли. А почему не в Донецке? А почему не в Донецке? Восемь лет назад. Подождите, подождите. Очень хотелось бы про Донецк. Подождите, подождите. Нет, не хочется про Донецк. Почему? Мне кажется, это важно. Мне вернемся к Донецку. Или в Горловке. Давайте про Донецк. Нет, подождите, подождите. Давайте по Луганску, если не по Донецке. Да, среднее, Луганск. Давайте раздевать. Я был спокойно. Давайте про Киев сегодня. В Киеве как раз все нехорошо живут. Да. Они там ли на цикотек вечерами там сутки. Все нормально там. Про источники информации. Я не читаю. Я бросил читать каналы. Я в основном реагирую на звонки друзей. А, отлично. Квартира моей подруги, еще и родители моей подруги уничтожена. Они были, слава богу, в бомбоубежище. Сумели перебраться в жилье, которое прозначалось беженцам. А вот интересно. Русские Киев вообще еще не трогали. Киев не трогали русские. Русские там еще, да, Киева еще далеко-далеко. Кто стрельнул там? Смотрите, давайте про Донецк. Я просто сейчас маленькую ремарку. Как раз мы Сергея все время забываем. Между прочим, Сергей был одним из первых героев, которых я позвал. Потому что, Сергей, вы отреагировали буквально первым же комментариям. На второй день я написал. Я на второй день написал. Сергей мне тут же ответил про 8 лет как раз таки. Начали люди возмущаться, что война началась, людей стали бомбить. Вот, собственно, и вопрос. Бомбили же с 14-го начали. Причем начали они с Харькова. Они, как все думают, в Харькове все началось. Стрелять, бомбить. Ну, почему тогда? Я спросил, почему тогда они стали так возмущаться, кричать? Причем свои же, ребят, причем свои же начали бомбить своих. Вот когда в 2014 году, я помню, где я была. Я была в Египте. И что я увидела? Когда у меня ребенок, еще маленькая тогда дочка, сидит в песочнице, в египетской, казалось бы. И тут подбегает, и второй ребенок сидит. И тут подбегает мамочка и украинка, я не знала, что она украинка. И говорит, пойдем, пойдем отсюда, здесь русская сидит. Знаете, как было мне неприятно? Я ее подозвала, я говорю, уважаемая, мы с вами находимся на египетском пляже, жаримся на солнышке. Давайте без этих флагов. Мы просто с вами мамочки, которые просто следят за своими детками. Нет, вы такие растаки. Какие мы такие растаки? Ребята, почему? А вы на основании одной мамочки делаете? Подожди, я еще скажу, я еще скажу. У меня этих случаев полно. Ну, значит, дальше идем, как все нормальные люди, на дискотеку, на караоке, на ночь глядя, все там что-нибудь выпьем, как нормальные люди в Египте. Как все отдыхают? Караоке. Все поют какие-то нормальные среднерусские песни, английские песни. Украинцы выходят. Слава Украине с флагом. И требуют спеть украинский гимн. Ребят, ну вот вы просто в Египте подождите. Все в шоке, все в шоке от этой ситуации. Все в шоке от этой ситуации. Но кое-как, в общем, нашли им этот гимн, действительно завели, они встали, три слова сказали и пшик, а тогда русские сказали. Пожалуйста, тогда российский гимн, будьте любезны. И все встали и спели. Кстати, мы не спросили Сергея, какие вы каналы читали? Ну, спецсколоверов, которые там в онлайне были. Ну, я еще название сейчас не помню. Варгонза. Ну, я их не помню всех. Люди, которые оттуда непосредственно вещают. Да, просто важный момент, мне кажется, мы же все видим какие-то кадры. И наша роль в этом смысле понимать, где фейк, как мы сейчас любим говорить, да, фейк и где реальность. Вот вы же наверняка видели какие-то записи, где они есть в сети, мы просто их не показываем, потому что это как фейк считается. Но тем не менее они есть, где живые здания попало, да, например, снаряд. Какие-то сообщения, вот вы как их воспринимаете? Что это для вас? Давайте Сергей сейчас начнем. По поводу попаданий, только брифинги и Министерство обороны. Вот то, что там говорят, если что-то, ну, это вот воспринимаем. Все остальное просто мимо ушей. А почему? Ну, официально, официально оно заявлено, то есть здесь официально люди принимают на себя ответственность. Ну, вы же понимаете? За то, что они официально заявили, что вот сегодня ночью они бабахнули по торговому центру, где-то там на севере Киева. Сегодня пришли фотки, что там действительно стояла техника. Пришли видео от людей, что оттуда действительно стреляла град. От самих украинцев. А то, что там просто люди в соцсетях фотки и выкладывают, это ноль внимания. Ну, а потом, на самом деле, любой кадр, вот военный журналист не даст соврать, любой кадр можно трансформировать по-разному. Вот, например, снимают кадр, снимают украинцы какие-то, вот с ружьями, с оружием. Вот они снимают кадр. Вот показывают, ах, такие, раз такие, вот бабушку, дедушку убили, и вот со всех сторон вот так вот осматриваются видеокамеры, ну, телефончиком. Эта машина, ну, мат-перемат, естественно, значит, смотришь дальше и понимаешь. Они между делом говорят, что с той стороны там русские стоят, вот мы здесь стоим, там украинцы, да? Вот, и, значит, я вижу что? Я вижу кадр, что машина выехала со стороны КПП Украины и поехала аккурат, прям вот аккурат на российскую, на линию огня. И ее подстрелили. И ее подстрелили. Почему мы вот, мы смотрим же разные кадры, вы говорите. И я вот, например, вижу, что российские, эти самые украинские военнослужащие не очень хорошо, ну, как бы амбудированы, там у них разная обувь, и так далее, ну, всякое бывает. И они экспроприируют машины мирных жителей. И вот мирный вот просто взял и снял, что вот у него военный забирает его автомобиль, чтобы приехать на границу на какой-то военных действиях. И, конечно же, ну, когда идет какая-то спецоперация, и, конечно же, есть провокации, когда под видом мирных людей заезжают, так сказать, ребята в информирование. Вы определяете для себя, где правда, где ложь. И вот я смотрю не с точки зрения того, что, ой, кто бабахнул и так далее. Я смотрю, ребята, КПП у вас украинские должны были закрыты, чтобы на линию огня никаких мирных не должны были, они не должны были там быть. Вы не должны были растерянного эту бабушку и дедушку туда выпускать. Вот и все, что я хочу сказать. Может, вам просто Сергея задать? Ну, и Костолина, наверное, тоже. Ну, смотрите, вот идет конфликт. Вы прекрасно понимаете, что обе стороны информацию как-то в свою пользу искажают. А готовы ли вы признать или как-то учитывать, что и российская сторона информацию тоже искажает? Ну, минимум что-то, естественно, прикрывает минимум. Только минимум. Поэтому я говорю, я в соцсетях ничего не смотрю. Ну, в новостях, телевидении, в сводках ТАСС. Я говорю, только официально то, что пробомбили, где прошли только из Министерства обороны. Вот смотрите, вот... Все остальное смысла нет, потому что, один скажет так, другой сразу скажет так, а видео, как Париж бомбили, Берлин бомбили. Вообще великолепные, можно... Скажите, ну... Или показывали сирийского ребенка и говорили, ой, это ребенок из Украины. Как так-то? Такие же фейки тоже были. Поэтому головы не хватит все это пересмысливать. Но вы не допускаете, что и российское Министерство обороны, и российские источники тоже допускают фейки, искажения, некорректную информацию? Вы вообще не правы. Все может быть, история покажет. Вот вы абсолютно не правы. То есть вы не допускаете? Я считаю, что российские наши войска, на самом деле, многое чего не показывают. Вот не показывают, это да, правильно. А то, что нам вываливают какие-то подозрительные, непонятные, совершенно откуда взявшиеся военных и так далее, это, знаете, как было ужасно? Когда группа Рак Излечим, которая просто вне политики, какая-то сумасшедшая, на мой взгляд, женщина из Кащенко или откуда-то из другого там это, она начинает вываливать. Вот, вот, смотрите, русские трупы. Ольга, Ольга, пожалуйста, вы не могли бы ответить на мой вопрос? Мне кажется, это некультурно. Тут Георгий еще пытается сказать. Да, Георгий, я еще раз повторю на всякий вопрос. Допускаете ли вы, что и российская сторона тоже где-то искажает информацию, где-то публикуют фейки, где-то передергивают? Мне кажется, вот сейчас вы передергиваете. Нет, вопрос был. Да или нет? Пример фейка от Министерства обороны. Кстати, да. Приведите. Нет, я не утверждаю, что это так. Я спрашиваю, допускаете ли вы такую возможность? Так вы расскажите об этих фейках. Так они, естественно, что-то не договаривают всегда. Это война тогда идет. Что ж поделось, они не могут все говорить. Ольга, вы же юрист. Ольга, вы же юрист, да? Я юрист, но я много лет проработала в информационном агентстве Интерфакс, в котором писали федеральные стандарты написания новостей. Правда, правовую информацию. Подожди, и там не было ничего, что могло бы вызвать сомнение? Вы знаете, курс лекции по правовому написанию новостей, я не буду вам говорить, но должно быть так. Сделал, совершил, лид и так далее. То есть есть определенные формулировки. И журналист должен быть независим. Я хотела спросить Григория, а в каких, так сказать, информационных войсках вы находились в Чеченскую войну? В информационных войсках, я извините, я гражданский человек. Ну как это? Гражданский журналист. А за кого вы были? Ну в смысле, под каким информационным агентством работали или СМИ? Я работал в учительской газете, так же, как и в случае с ДНР. Я писал о том, как люди ведут занятия, как они пытаются в условиях войны выживать. И у меня тогда была, по поводу Чечни, была однозначная позиция, что это война двух армий против одного народа. То есть чеченская и российская против чеченского народа. Насколько я знаю, у журналиста не должно быть позиции. Журналист описывает события. Тогда это независимый журналист. По крайней мере, меня так учили. А что касается учительской газеты, то, соответственно, вы рассказываете, у вас информационный повод должен быть о том, как учат детей. Вот я, например, была блогером «Эхо Москвы». Казалось бы, антиправительственная организация. Когда я туда вступила в качестве блогера, который старался независимо писать на «Эхо Москвы», я верила этим людям. Я писала и действительно рассказывала, ребята, вот здесь вот брусчетку не так положили, вот это то, это сё. Но когда я решила рассказать о том, что, ребята, а я сделала вот такую штуку, что вместо полигона мусорного я договорилась с нашими и сынтовыми там ребятами, быстренько протоколы все сделала, вышла в муниципалитет со своим предложением сделать там детскую площадку, и я выиграла это дело. И у нас действительно детская площадка. Я решила об этом написать на «Эхо Москвы», как общество может взаимодействовать грамотно с нашими властями. Знаешь, что мне сказали? Мне сказали, нет, на «Эхо Москвы» ты должна писать только негатив. Я сказала, до свидания, ребята. И поэтому «Эхо Москвы» так и не понял. Поэтому СМИ, они очень разные. Вернусь немножко к другой истории. Мне кажется, мы сейчас увлеклись. Я хочу на секунду... Смотрите, есть разные точки зрения. Есть люди сейчас, которые выступают против спецоперации, которые пишут, активно выступают. Как вы к ним относитесь? Я почему спрашиваю? Потому что недавно у нас... Я вижу вашу руку. Она поднимается, опускается. Я почему спрашиваю? Потому что у нас не так давно появилась возможность писать доносы. Анонимные. Есть боты прекрасные, где можно скриншоты делать, сообщения, и отправлять куда следует. А куда следует? Он потом расскажет. Я, честно говоря, не знаю... Вы спрашивали о телеграм-каналах. Вот я вас спрашиваю, а куда следует отправлять-то? Нет, вы меня спрашиваете, я не знаю, куда следует. Мне интересно. Я знаю на этапе, что ты можешь отправить туда. А куда? Скорее всего, прокуратуру. За воблик. Прокуратуру, конечно. Да, я просто к чему спрашиваю. Да, смотрите, мне интересно, ваша точка зрения насчет этих людей. Вы верите, что это какие-то проплаченные западом люди? Или это какие-то странные либералы, преследующие какие-то свои идеи? Искренне спрашиваю, искренне интересно. Как пишет и как представляет? Одно дело, вот сидит человек нормально, разговаривает, несет, да. А другое дело, я не знаю, как вот с элементами вот этого самого... Украинского такого напора, который начался вот в эти дни недели. Если это в комментариях такие, я действительно жму «пожаловаться» и жалуюсь там вот в сетях. Там в Facebook когда был, сейчас в ВКонтакте. Если это нормальное мнение, то я ни одного человека не заблокировал. Ни в Facebook тогда, ни в ВКонтакте, ни одного. Хотя там этих флажков, сине-желтая была тьма, и люди писали. Я никого не блокировал. Я все-таки хочу поговорить про флажки. Абсолютно все остались у меня. Сейчас, Георгий, давайте мы не будем менять тему. У нас хотя бы кто-то стройный. А, тема информации, поговорим об информации. Ну, тема скорее... Как отношусь к тем, кто... Люди, которые... Да, я чувствую, что русский народ очень серьезно оскорбили целым рядом действий. Во-первых, систематически, десятилетиями, десятилетиями, не восемь лет назад это началось, и даже не при Ющенко, выкормили им... В 80-е, минимум. С Хрущева, который бандеровцы выпустил с лагерей, выкормили врага для русского народа. А русский народ отдал все для того, чтобы победить страшную чуму нацизма. Давайте это не забудем. Это первое. Второе. Русскому народу последовательно затыкали рот. И много чего еще. Все вот это отношение, которое сейчас сорвалось, вся вот эта ненависть, она видна. И русский народ, он как бы... Не буду пересказывать Некрасова, но он так как-то долго-долго-долго сосредотачивался и вот эти последние восемь лет и раньше. А сейчас русский медведь разбужен, и он эту так называемую Украину, не украинцев, а вот это вот якобы государственное образование, которое на самом деле террористическая организация, которая терроризирует и соседние государства, и собственный народ, снесет. И вот этого больше не будет Зеленский, даже не совсем мой современник. И люди, которые восемь лет писали, ахаха, распятый мальчик, что вы там рассказываете про убитых? Это же мы вторглись на территорию суверенной Украины, а русские Донбассы не имеют права, не имеют никаких прав ни на те референдумы, которые они требовали много раз, ни на то, чтобы выбирать президента, им не дали этого права и так далее. Эти люди, ну, я не уверен, что я готов их видеть после этого в образовании, в юриспруденции, в мастерах по ноготочкам, ну, наверное, да, там, мести улицы. Я не уверен, что я готов даже видеть, как такие люди водят большегрузные машины. Хорошо, смотрите, а как вы думаете, что заставляет этих людей сегодня выступать против спецопераций и писать, что... Это я говорю про людей, которые не заметили всего этого безобразия. Если человек восемь, хотите тридцать, хотите три года писал, хотите за месяц до 24 февраля, когда украинские обстрелы последовательно усиливались, писал, там погибают мирные люди, там погибают дети, писал, это нацисты, это страшная чума, которая может захлестнуть не только всю Восточную Европу, но все человечество. Если после этого человек говорит, а я не согласен с военной операцией, то это его личное мнение. А если он 24 февраля узнал о том, что есть такая проблема... Ну, Трид Симонян сказал, если вы восемь лет молчали, то вы сейчас не имеете права возмущаться. Дайте, я тоже разгоню свой спич. То я не готов воспринимать этого человека всерьез. И, к сожалению, сейчас у нас вот эта прослойка якобы либералов в России оказалась в очень тяжелом положении, потому что на Западе вас не ждут, пишут в Твиттер украинцам, что там вы братья, мы за вас, а их сразу там кроют. И сразу оказывается, что национальность именно еврейская. Или не та, в общем, национальность. Вот эти вот люди, они по факту в котле. Георгий, можно... Смотри, Гриша, ситуация у них печальная. Но никто не будет выступать за какие-то страшные по отношению к ним репрессии, гулаг и прочее. Просто, ребята, извините, но вы сделали неправильный ход. Поставили не на ту лошадку и, извините, даже жили не так. И вот русский народ сейчас так считает. Стойте, дайте еще секунду. У нас Сергей просто сидит, и я хочу с ним тоже поговорить. Сергей, вам методички вот эти спускали? Нет. Вы с детьми не говорили на эти темы? Нет, спускали. Ну, такое... Она просто глупо написана, пришла методичка. Меня двое детей что-то спросили на второй или третий день. Я просто сказал, вы не слушайте ни дядю, ни тетю, ни маму, ни папу. Включайте свою голову. Вот все. Больше я с ними ни с кем ни о чем не разговаривал, и никто ничего не спрашивал. Хотя сами вот я слышу между ними. Кто-то за одну сторону, кто-то за другую, но в коллективе все откровенно, все хорошо. Я просто удивлен, что вы сейчас достаточно молчаливы, потому что мне показалось, что вы довольно агрессивно написали буквально второй день. И тогда по поводу Зеленского и по поводу 8 лет. Ну да, доигрался клоун, а что поделаешь? Разве нет? Ну он же актер, действительно. Он играл, он веселый. Он продолжает веселиться, он продолжает ссылки выкладывать, видосики продолжает выкладывать с непонятными фонами. Ну а по сути, почему не вывел людей? Это же государственная обязанность защитить свое общество. Вот надо было отсюда, подождите, вот надо было сначала вывести людей, а потом играться в танчики, понимаете? Вот на мой взгляд, вот это принципиальный момент. А я хотела вас спросить, подождите, а я хотела вас спросить, вы что преподаете вообще конкретно? Что конкретно вы преподаете как учитель? Нет, смотрите, я... Нет, нет, а да, вот скажите, как, что вы преподаете? Ольга, дайте мне, конечно, ответить на предмет. Предмет как называется? Смотрите, я преподаю медиажурналистику, иногда заменяю литературу, веду киноклуб и так далее. Если честно, мы тему Украины не обсуждали, не потому что я не хотел, а потому что я не почувствовал у конкретных школьников интереса. Я понял, что у них с этим делом спокойно, я эту тему не стал поднимать. У вас же наверняка есть друзья какие-нибудь в Украине? Конечно. Нет? Есть. Они же вам наверняка что-то пишут и рассказывают. Что вы по этому поводу испытываете? У меня есть друг, врач, профессор, он хирург. Этот человек, он уехал из Донецка. Он работал в госпитале, он работал в Донецке, потом ушел на фронт и зашивал всех, кого туда принесли, того и зашивал. Когда он вернулся из Донецка, из поля боя, вернулся в свою клинику, оказалось то, что большой аппарат, ну ПЭТ-КТ, скажем, назовем его, был украден из этой клиники. Он говорит, ребят, как же так, я же вот с войны вернулся, вы что же наше имущество-то разбазариваете? Они говорят, ой-ой, так пришло, вот украинские военные пришли, вот забрали, вот то да сё. Человек, не из робкого десятка, он прекрасно знает, где идет настройка этого самого ПЭТ-КТ. Есть одна фирма по СНГОВИ, которая настраивает вот этот самый большой ПЭТ-КТ, который ему, кстати... СНГОВИ это что? Ну, СНГОВИ, страна такая. Одна и на Украине, да? Нет, настройщики, настройщики работают по всему СНГ. Ну вот, ездят и настраивают этот ПЭТ-КТ. Этот ПЭТ-КТ ему подарили в свое время благодарные, ну, кого он там прооперировал, пациенты. Какой-то олигарх ему подарил, в общем. И получается так, что этого важного диагностического аппарата нету, вот его больницы. Он говорит, ребят, ну что ж такое-то? Я пошел штопать людей, а вы тут не сохранили наше имущество. Он узнал, что это имущество находится в частной клинике Киева. Все очень просто. Он взял, закрыл дверь и ушел. Он перевез семью всю в Российскую Федерацию. Сначала сам уехал, настроился там на работу, снял квартиру. А потом привез жену и привез мальчика, сына своего. У него в Донецке остались мама с папой, которые сказали, это наши предки, мы отсюда не уедем, это наш дом. И вот каждый раз, вот сколько с 2014 года это все происходит, каждый раз все свои выходные, ну вот возможные там отпуска, он берет шуруповерт и приезжает туда и прикручивает им рамы к дому. Потому что из-за взрывов, которые у нас, как вы говорите, не прилетают украинские ракеты, ага, они расшатывают окна. Люди вот в таком состоянии, они так и живут. Ольга, извините, пожалуйста. С 2014 года это неприкольно. Ольга, 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 а можно вопрос? Смотрите, вот вы что-таки юрист, вы должны четко, ну как бы соотносить вопрос и ответ. Александр вас спросил, есть ли у вас знакомые на Украине? А, хорошо, вы Киев хотите обсудить? Киев, Харьков, Харьков, Николаев, Львов, Полтава, Чернигов. Значит, в Киеве, опять же расскажу, группа «Рак излечимый». Еще раз говорю, помогаем всем, несмотря на паспорт. И у нас есть женщина-модератор, которая три года помогает парню молодому, у которого рак крови. И она к российским гематологам обращается, спрашивает. Сейчас, во время войны? Да, вот. И это вот три года как происходит. Три года или сейчас во время войны? Еще раз говорю, на протяжении трех лет этот парень у нас в группе. И на протяжении трех лет никто не смотрит, не заглядывает ему в паспорт, в кошелек и так далее. Все помогают, спрашивают, ребята, а вот это лекарство мне подходит, а заменить? Потому что у них нет лекарств. Это на протяжении трех лет происходит все одно и то же. И вот сейчас ситуация патовая, то, что у них лекарств нет. И вот этот модератор из нашей группы, она говорит, слушай, а что делать-то вот с этим парнем-то? У нее при нем сидит мама и бабушка. Я говорю, ну давайте по гуманитарным коридорам как-то его будем пытаться вывести. Она говорит, спрошу. То есть я не знаю ни имени, ни фамилии, ничего не знаю про этого человека. Она говорит, спрошу. Я, говорит, тоже не разглашу на всякий случай. Они боятся, боятся своих же. И вот он говорит, что мы не выйдем, потому что мы боимся то, что вот эта террабарона, которая набрала оружие, стрельнет нам в спину. И это реальный факт. Потому что ехать в сторону России придется. Давайте обсудим страшное преступление, когда на территории Украины раздали оружие просто случайным людям. И началась волна грабежей, насилия и прочих безобразия. Как в гражданскую войну. Блокпост, 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 блокпост. И все блокпосты разные. Сейчас я, давайте, подруга, немножко спрошу. Я просто сейчас пытаюсь, когда вижу вот стадион Лужники, вот эту букву Z, и все радостные там. Я пытаюсь понять, чему мы радуемся, чего мы хотим достичь. Что такого нам внушает патриотическую радость? Это страшная болезнь, фашизм. И, ну, давайте называть вещи своими именами. Война – это страшная трагедия. Но сейчас вот мы подошли к той черте, когда мы уже не могли это игнорировать. То есть Путин сделал этот ход, ну, по мнению большинства патриотов. По мнению патриотов, ну, в самый последний момент. То есть его очень последовательно прокритиковали за то, что он этого не делает. То есть он делает эту операцию поздно. И мы вылечиваем восточную Европу и общество Украины от этого смрада. Секундочку. И давайте не будем делать вид, что мы считаем всех себя святыми. Когда я учился в школе, у нас и среди там моих овестников, плюс-минус, ребят постарше, были популярны типа «Правые идеи». Картиночки такие посылались веселые, где какой-то парень зигует на рассвете. И подпись «Зига, брат!» Ну, типа «Привет». Ну, я не очень приветствовал такое, как не приветствовал. Я последовательно прям конфликтовал с людьми, которые так делают. И это была направленная пропаганда, направленная против всех обществ в Восточной Европе. Вообще всех обществ в целом, но и всех обществ Восточной Европы. Потому что правые организации и правые идеологии, вот это вот черное семя, есть во всех государствах Восточной Европы. Да, Сергей, хотел у вас узнать, личное ваше, что вот вам приносит то, что происходит вокруг? В смысле мне приносит? Смотрите, я к тому, что мы же все выступаем, да, у нас, ну, я не знаю, как у вас, но мне кажется, что я по многим людям вижу, они родились за какое-то правое дело. Вот мы сейчас услышали как раз, Георгия, вот вам по ощущениям внутренним, есть ощущение какой-то победы, может быть, над чем-то? Ну, вот когда все это закончится, когда в следующем году они заседают, все свои поля, и все, вот и все, все хорошо. Когда уберут все мины, которые поставлены были украинскими военными, когда поля будут имируют. Когда Черное и Средиземное море очистят от их мин теперь, когда поля все их очистят. Вот тогда будет хорошо. Когда война будет во всем Крыму, когда она дотечет по всем каналам. И все, и с нашего телевидения Украина вообще уйдет, все, будет тишина и покой. Смотрите, я недавно ехал с таксистом, который мне говорил о том, что сейчас наша страна по-настоящему встанет с колен. Потому что санкции, которые сейчас вступают в силу, уже вступили, они на самом деле только поднимут нашу промышленность, только поднимут нашу экономику. В этом смысле, вот что вы думаете? Извините, что я с фашизма перешел, но это просто важный момент. Я не экономист. Мне кажется, таксисты знают все. Ну, 14-й год помог. Всегда. Помог? Да, конечно, помог. А как помог? Ну, кстати, действительно пошло развитие и в лучшую страну. Пшеницу стали самые большие производители, сыры стали все свои делать, слава богу. То есть, хозяйство подскочило очень серьезно. А то, что бренды все ушли, то, что все у нас... Такие бренды... Куда они ушли? Пускай они идут обратно. Зара уже ломится обратно. Конечно. Багдорель сказал, что уходит, но... Вчера была, к Заре подходила, в торговом центре была. Зара закрыта, но тут же работает манго. Вот люди подходят к Заре, вот так упираются, идут в манго. Никаких проблем. В точке зрения брендов все есть. Но вас не пугает то, что сейчас происходит? Нет. Перелеты, например. Вот абсолютно. И на мой взгляд, санкции, вот то, что против России выдвигают какие-то санкции, там, свифты. Да народ просто начинает придумывать схемы, каким образом это все обходить. Русского не обманешь. Русского не обманешь. И не подломишь на этих санкциях. На мой взгляд, русский народ, наоборот, на фоне этих санкций, то, что нас зажимают... Думать начинает. Начинает думать. И начинает у нас очень... Единая нация становится. Вот сказали по поводу хлеба, господа, Украина последние годы была источником, ну и вообще всегда, сельхозпродукции для Европы, для Западной. И уже выступил министр в Германии и сказал, ребята, ешьте меньше мяса, потому что им выгодно, чтобы мы закончили до Пасхи, потому что до холодов точно, чтобы покупать у нас нефть. Они продолжают покупать у нас нефть и газ. И газ, и древесину. А до Пасхи закончили, чтобы посеяли, потому что немцев ждет очень жесткое Рождество, если они не получат с Украины эти жиры, злаки, технические культуры и так далее. Удобрение. Да, вот почему, например, в Николаевской области очень мало боестолкновений? Почему, что, сам Путин, как говорится, это германец в Кремле, и он делает самую по-германскую вещь сейчас, это раздает посевной материал. Я там, не в тонкости сельского хозяйства, но, короче, организуют, чтобы в Мелитополе посеяли зерно. Потому что немцам будет нечего жрать. Так, а перелеты, перелеты, вот если все закроют, небо закрыли уже, сейчас нам лететь по 15 часов. Знаете, как говорится, небо не закрыли, это, во-первых, как народ говорит, крышки не хватит, чтобы небо закрыть. Ну, вот правда. Вот. Все остальное, все вот эти точки, с точки зрения лекарств, ну, я вот про свою оттерсель скажу, то, что люди, онкопациенты, они переживают реально за лекарства. Ну, это серьезное дело, это серьезное заболевание. И вот все, я хочу сказать, производители иностранные, представители этих организаций, все мне пишут в личку, пожалуйста, не переживай, мы сейчас разбираемся с логистикой, мы перекинем лекарства через Турцию, мы перекинем там через что угодно, через Китай, как угодно. Просто сейчас меняются хабы, вот и все. Хорошо, встречный вопрос, связанный с предыдущим, для меня просто сам интересно, сам пытаюсь понять. Как вы думаете, почему весь мир сейчас объединился против России? Весь мир, реально? Это не так. Это не так. Это не так. Какой такой весь мир? С Европой это не весь мир. Ой, сейчас я буду ругаться. Европой это не весь мир. Во-первых, ругаться, да. Да, я не понимаю, что нам вот эти вот западноевропейцы, они вот что, единственные люди на планете? Нет, американцы еще. То есть, да, вот американцы. Японцы еще. Я не могу понять, мне как бы отрезать себе, найти в себе персидскую часть и отрезать ее, то есть это не люди, а вот все, что представители европейских народов, это люди. Секундочку, подожди, подожди. Опять же, какой-то нацизм, расизм начинается. Подожди, подожди, я очень уважаю Эритрею, Сирию и Абхазию, но какие еще страны проголосовали против резолюции? Это вообще ни о чем не говорить. А я скажу, Гриш, какие? Ни о чем. Гриш, Гриш, США толкнулись в Иран, США толкнулись в Саудовскую Аравию, ОАЭ, я говорил, толкнулись, продавайте нам нефть. Они? Все их послали. Они послали, говорят, потому что русские наши друзья, китайцы их послали. Да их послали даже Южная Корея. И Южная Корея завела уголовное дело на своего наемника, который поехал туда воевать, на Украину. А про наемников, это же вообще прикол был. У них во Львове был хаб, то есть туда америкосы, такие любители танчиков, вот этих компьютерных игр, зашли туда, их тучечно там быстренько разбомбили. И все сейчас в соцсетях... Оказалось, русские, правда, стреляют. А они говорят, русские-то, оказывается, стреляют, надо же. Ой, и все соцсети, которые я вижу, страны американцев, страны французов, говорят, елки-палки, а кого мы туда послали-то? Как так их там поубивали, там пораненых много? Надо же? И все быстренько туда, оп, и обратно. То, что вы прочитали что-то в Фейсбуке, это не вся страна, представляете? А мне вот америкосы пишут, в личку пишут, что, слушай, нам стыдно то, что наше правительство против России выдвигает такие санкции. Мы сами от них страдаем. Санкции по закону может накладывать только у... Кстати, и еще такой момент про международное право. А вы знаете то, что в международном праве, то, чему мы учились, англо-сатсонское право нам преподавали это все. То, что культ частной собственности, то, что сейчас это просто все, знаете, вот до свидания. Вот эти санкции, вот то, что это все придумано, такого в международном праве нет. Гриш, смотри, никто не спорит, что вот эта военная операция, все, что происходит вокруг, это огромная трагедия. Мы довели ситуацию до огромной трагедии, это правда. Мы, вы имеете в виду Россия. Ну, виноваты всегда в обе стороны. Все, 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 мы все вместе. Народы Восточной Европы и в целом народы мира довели ситуацию до этого. Потому что нужно было мирно, немирно, неважно как, требовать, чтобы нацистов, свастик, москалей на ножи, кого угодно на ножи, Туту на ножи и Худси на ножи, не должно было быть категорически. Это, кстати, записано в уставе ООН. Это все народ и все деятели, все народы, все государства должны были этого требовать с самого начала. И еще с Ющенко, еще раньше Ющенко, который героизировал Бандеру и Шухевича. Ну, у меня другие параллели, я не хочу вас огорчать. Идеология, которая была под Бандерой, то, что идеологически накачивать молодых людей, негативным ненавистью к какому-то другой нации. Это же, вот я смотрю, это все было в 1920 году, и это пропагандировал Степан Бандера. То же самое, дальше смотрим, терроризм, он тоже это пропагандировал. Ольга, 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 Ольга. Вы подождите, Ольга, я 46 лет, Ольга. И сейчас то же самое, террор дают оружие человеку и говорят, иди убивай. А это что, нормально вообще? У меня есть такой вопрос. Вот неужели у вас не появляется сомнение в вашей правоте? Вот для меня вы до сих пор не имеете какие-то безумные вещи. А вы свои безумные вещи пропагандируете. Абсолютно, у меня появляется сомнение. Мы потому здесь и встретились. У вас не появляется сомнение. Смотри, во-первых, и вообще думающему человеку, и христианину, ему, мне кажется, человеку нашей цивилизации присуще задумываться. Я думаю, значит, я существую. И такая некая рефлексия. Но я вот уже как-то с удивлением смотрю на то, что много лет, на то, как опять так называемые либералы и так называемые прогрессисты, вот это вот мнение и то, что происходит в голове у одного человека, выводит на какую-то первую строку. Гриша, там пыточные были, ты понимаешь? С двух сторон. Извините, я, в отличие от вас, был в ДНР. Там пытали, так же, как в другой стороне фронта. Там убивали. Факты. Большая пачка, могу принести в следующий раз. А что ж не принес? А что ж не принес? Были бессудные казни, которые признавались боевики ДНР. Гриша, смотри. Мы не будем спорить о том, что... Давай к истории немножко. Что такое вот это вот ЕВМайдан и вот эта эволюция 2014 года на Украине? Это захват административных зданий в разных областях. В Донецке, Луганске и Харькове, Мариуполе в том числе, захватили сторонники... Незаконные вооруженные формирования. Не-не-не-не, захватили пророссийские формирования, которые со временем стали вооруженными. Ну, я просто к минутке истории. Ну, правильно. В Харькове, в Харькове их правый сектор выбил. В Донецке и Луганске они остались. И действительно, это было все вот эти прелести войны, парамилитаризм, все вот это вот безобразие. И когда вся эта канитель прекратится, этого больше не будет, Гриш, просто поверь, что все вот эти вот... Будет тотальное разоружение. Да, люди, которые держат оружие на территории Донецка, они его положат, оно им будет не надо. А если там были сделаны преступления, то... Это будет расследование. То, да, это будет расследование. Я лично знаю человека, который приехал в Донецк ополченцем, пришел в ополчение, и в какой-то момент хотел из пустого дома плазму большую тащить. Пустой дом, а плазма большая. Так его Моторола, он мне так рассказывал, говорит, меня Моторола поставил к кирпичной стенке, вывел бойцов и сказал, все, расстрел. За то, что ты что-то берешь. Вот. И после этого отменил расстрел. То есть сказал, что еще раз ты возьмешь ложку, мы тебя расстреляем. То есть борьба с мародерством, со всяким вот этим безобразием в Донецкой и Луганской области была очень жесткая. Та информация про убитых мирных жителей и детей, вы как к ней относитесь? Верите в нее, не верите, Сергей? Та информация про каких-то мирных жителей и детей. Ну, он. Информацию, да. Сергей, ООН дает информацию, там, сейчас около тысячи по оценке ООН. Точно. Сирия, Югославия, Иран, Иран. Подождите, вопрос, Ольга, не к вам вопрос. Точно, я переживаю. Ну, что в Донецке 13 тысяч, да, за 8 лет, и у среди них много-много детей. Вопрос, эта информация правдива или нет про тысячу погибших? Ну, целая аллея захороненных детей за 8 лет же есть. А, это другие дети, я поняла. Да, эти не считаются. Эти не считаются. Ольга, Ольга, смотрите, Ольга, верите вы ли? Я спросил, верите вы в эту информацию? Как вы к ней относитесь? Эту какую-то информацию? Какую эту? Ну, что, нельзя было выспечатать? Это не серьезно. Официальное заявление ООН. Около, там, 900 чем-то человек погибших. 130 детей там, да. Да, из них 130 детей в территории Украины. Вы в нее верите, в эту информацию? Просто да или нет? Без луганских детей. А правильно, мы луганских детей считать не будем, они не дети. Вообще, когда это некрасиво, просто плохо. С обеих сторон явно есть убитые и пострадавшие, и в том числе и дети. А уж если засовывать мирных жителей в дома, если засовывать мирных детей, матерей в дома, там, где сидят снайперы, а вы как думаете, они живы в станцию? Я смотрю каналы тех корреспондентов, которые военные, которые постоянно идут вместе с нашими частями. И когда вылетают бабушки из подвала, обнимают их и кричат, мы вас 8 лет ждали, наконец-то пришли. А вот эти вот, как они их называют, я не буду здесь на камере называть, да, стояли вот за нами и стреляли из-за нас. Или танки на детской площадке. Это не сыграно. Бабушки не могут так играть. Это просто человек из квартиры, из квартиры снимает и говорит, вот смотрите, танк стоит украинский. Короче, возвращаясь к вопросу, вы просто принимаете информацию как есть, я понял. Пока да, как есть. Пока все это не закончится, никто не может точно ничего сказать. Я думаю, что военные эксперты будут разбираться по этому поводу, по каждому поводу. А то, что какие-то эти дети, а сколько я вижу фейков, а то, что ой, бедный дедушка вынес из-под обломков там кошечку, как это блогер пишет. И меня прям реально слеза прям пропускает. Думаю, какой дед кошку спас. А оказывается, это в Турции, вот пожалуйста, или из Сирии, не помню, откуда-то этот дед был. Прям вот, пожалуйста, слечить можно. Ну и что? Таких историй очень много. А еще было такой классный, знаете где, забыла где-то на Украине, там где-то на Украине, как вы любите говорить, а там было, значит, красивое такое зарево. Ух ты, там кто-то стреляет, и закадровый текст, это русские там всех бомбят. И тут же рядом параллельная картиночка. А оказывается, это взрыв-петард, который был в 2012 году. Вот и все. Хорошо, я спрошу последнюю вещь, красивый финал запишем. Давайте я о нем думаю. Мне кажется, это правильный вопрос для финала. Как вы думаете, что будет, если однажды выяснится, что вы не правы? Наша позиция во многом не точна, потому что мы не обладаем полным списком информации. Но мы все видели эту ненависть, мы ее все читали в соцсетях, мы все видели, как западные страны, не их народы, а их руководство подталкивало украинских нацистов к тем преступлениям. Мы все видели там перекрытый канал в Крым. За что? Да, и сейчас мы видим эти записи действительно людей, которые выходят из Мариуполя. И мы знаем, что 99% людей из Мариуполя поехали в Россию, а 1% поехал на Украину. Мы видим, как безумствуют жители Украины, которые приезжают в качестве беженцев в другие страны, например, в Греции, начинают разысовывать свастиками монументы. Ну это другое, да. Один вопрос, все-таки, можно я повторю вопрос, смотрите, можно я приведу пример совсем-совсем из другой области. Я по своим религиозным взглядам атеист, но у меня очень много друзей батюшек. И как-то мы говорили с одним сельским батюшком, отцом Александром, как раз в селе Рождество, там очень дружили, на службу ходили. А у нас общезнакомые. Да, вот. Крутой вообще батюшка-то. Я ему в близких отношениях были, я говорю, отец Александр, а вы не боитесь, что в какой-то момент вы разочаруетесь в вере? Я говорю, не боюсь. Григорий, а вы в своем атеизме не боитесь разочароваться? Я говорю, я тоже. И вот мы на этом дружили. И вопрос Александра был, вы не боитесь разочароваться в своих взглядах? Как отец Александр боится в какой-то момент разочароваться в своей вере? Слушай, Гриша, я так устал говорить про страх. Вот честное слово, я там пролистывал это, эти там, новую газету, пролистывал избиральные СМИ. Ну, постоянно вот этот страх, нагнетание, черные экраны. Это про личные, это про личные. А в чем разочароваться-то в том, что... То вы были неправы. Ну, смотрите. Мне кажется, идет истерика уже какая-то. Вот про новую газету, мне кажется, ее вообще надо закрыть. Подожди. А ее не закрыли? Мы обладаем неполной информацией по тем или иным событиям, которые вы представляете в одной стороне, мы представляем в другой стороне. Вот когда будет полная картинка, тогда я смогу сказать что-то по этому поводу. Но вот я вижу цитаты, реальные цитаты, кто представляет власть Украины и народ Украины. Мы не должны... Это цитаты до 2014 года. Мы не должны сделать Донбасс... Мы должны сделать Донбасс непригодным для жизни. Корчинский. У нас один путь уничтожить Москву. Ради этого и живем. Ирина Фариан. Нам надо привыкнуть быть фашистами. Нужно будет сожжем всех депутат Рады Береза или Береза. И так далее, и тому подобное. И эта идеология, уважаемый учитель, была населена на Украине довольно давно. С детских садов. С детских садов. О том, я что вижу в видео, простые люди выкладывают. Дочка, смотри, вот тебе ножичек. Я тебя научу, как русского там на геляку пускать. Это что? Это что? Ольга, вы непрошибаемы. Вы потрясающе непрошибаемы. Господи. Я люблю свою родину. И я люблю свою родину. Я ненавижу. И я против нацизма. Смотри, смотри, я человек неженатый. Но в целом я планирую детей, внуков и все такое. Очень хорошо. И сейчас до недавнего времени, сравнительно недавно, недалеко от места, где я живу, сравнительно недалеко, миллионы, не миллионы, многие люди кричали, мускалины, ножи и все такое. И эта гадость, она приближалась. Послушай, и эта гадость приближалась. А я вот хочу, чтобы моя будущая жена, мои будущие маленькие дети, потом внуки, жены и мужья моих детей, не думали о том, что у них под окном будут кричать, что их на ножи. Не боялись этого, понимаешь? То есть мы сейчас это отодвинем подальше, далеко. Желательно вообще закупорим и закроем тему. И следующая страшная угроза, которая происходит регулярно, у нас приходят какие-то в историческом масштабе страшные угрозы, будет как можно дальше, чтобы люди вокруг меня спокойно рожали, растили детей, занимались своими делами, получали образование и так далее. Мы правы тем, что мы хотим жить. Они хотят убивать нацики, больные люди хотят убивать. А мы хотим жить. Я не могу больше бред выносить. А почему вы чужую точку зрения называете бредом? Да, это как-то обидненько. Гриш, друзья мои, мы начали финалить насчет того, что будет, если все-таки окажется, что вы неправы. Мы тоже можем быть неправы. Давайте с этим закончим. И мне кажется, важно здесь точку какую-то поставить, иначе мы можем вечно идти. И русский народ и его друзья, чеченцы, абхазы, украинцы тоже, белорусы и так далее, казахи, узбеки, сирийцы, правы по факту своего существования. Они имеют право, и мы имеем право на жизнь, и мы имеем право на то, чтобы нас не кричали, что нас на ножи и на геляку. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, то я буду прав до конца. По факту своего существования и желание этого существования продолжить. Сергей, давайте тоже скажите. Не боюсь, что буду неправ. Здесь, я не вижу, где я тут могу быть неправ. То, что государство нацистское, да, то, что оно совершенно неуправляемое, вернее, не самостоятельно в своем управлении, да, фактов полно. И то, что на Россию идут сплошные, все, что мы сегодня, все, что тут говорили. Те документы, которые сейчас представляются, а они представляют, их еще будет много, с подписями, с реальными американцев, с реальными подписями. Говорят о многом. Я не думаю, что это фейковый документ, кто-то будет там поделать документы с подписями официальных лиц американских. Поэтому, собственно, нам еще откроют глаза еще много на что. Поэтому я не думаю, что мы тут не правы. По факту, будем правы. Немецкий канцлер Отто фон Бисмерк сказал, что я знаю 24 способа, как разбудить русского медведя, но я не знаю ни одного, как обратно его загнать в свое логово. Это во-первых. Во-вторых, по факту своего существования я категорически против нацизма. Мой дед – белорус, другой мой дед – еврей. Все сражались с фашизмом, с нацизмом. У меня человека, у которого намешано много кровей. У него существует внутреннее убеждение того, что этого на земле быть не должно. Вот если на Украине этого не будет, если никто никого не будет обзывать, ругать, уничтожать, убивать, раздавать оружие, если будет государство украинское, которое будет управляемое не извне, а каким-то клоуном. Извините, пожалуйста, но это клоун, то, что присутствует, который невменяемый, сидит и не понимает, что происходит порой. И это, ну, честно говоря, со стороны это как опиумное отравление. Я такое просто в книжках читала, в институте там нам преподавали. Ну так вот, на самом деле, если будет вменяемое правительство, да ради бога, да пусть все будет хорошо у людей, у всех, мы будем жить в мире. Никакого НАТО там, что быть не должно. И плюс, люди, свободные люди, ДНР, ЛНР, они определились, они хотят жить отдельно от Украины. Вот и все. Пусть люди живут спокойно. Я женщина, я мама, я за созидание, прежде всего. И в этом случае я всегда права. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok